Сейчас я хочу обсудить способ представления функции рядом Фурия, но не по тригонометрической системе, а по системе экспонент. Но все мы знаем формулу Эйлера, что есть в степени и альфа, есть косинус альфа плюс и синус альфа для любого вещественного числа альфа. И здесь это мнимая единица. Поэтому вот если мы функцию представили, какую-то хорошую функцию, абсолютно интегрируемую или лучше, представили в виде ряда Фурия. Давайте я запишу стандартный ряд Фурия. Значит, мы рассматриваем сейчас на отрезке минус pp функцию и представляем рядом Фурия тоже на этом отрезке. То мы можем вот эту формулу применить, выразив, соответственно, косинус и синус. Я напомню, что косинус kx из формулы Эйлера, как легко видеть, это е в степени икx плюс е в степени минус икx разделить пополам. А синус kx – это полуразность экспонент. И давайте подставим вместо косинуса выражение через экспоненты и вместо синуса выражение синуса через экспоненты. Мы получим тем самым вот такую формулу. Ну, давайте я напишу сначала, как есть, ничего не меняем. А вот последнее слагаемое я умножу на i, тем самым у меня здесь плюс превратится в минус, здесь появится i, а здесь вот i² – это минус единица. Вот этот минус вот этим и квадрат компенсируется. Вот я и квадрат стираю, а минус оставляю. И давайте вот эту формулу перепишем, собрав слагаемое при е в степени икx и при е в степени минус икx. Мы получаем вот такую штуку. А нулевое пополам плюс сумма от единицы до бесконечности. Коэффициент при е в степени икx какой? Акатая минус ибкатая пополам е в степени икx. И плюс Акатая плюс ибкатая пополам е в степени минус икx. Значит, я просто выразил косинус и синус через вот такие экспоненты по формуле Эйлера и подставил в разложение функции, в представление функции рядом Фурье. Давайте вот это выражение, которое я выписал, чуть-чуть преобразуем. Именно следующим образом. Давайте С нулевое, есть А нулевое пополам. Акатая минус ибкатая пополам при к равном 1, 2, 3 и так далее. Акатая минус Акатая. Акатая минус Акатая минус Акатая. Но k тоже равно здесь 1, 2, 3 и так далее. Если мы введем такие вот слагаемые, такие вероятно коэффициенты цкаты, то ряд фури мы можем записать вот в таком виде, такой бесконечной суммы цката на e в степени икx. Вы видите, что отрицательные цкаты соответствуют вот этим слагаемым, а положительные номера k соответствуют вот этим слагаемым. 0, c нулевое соответствует а нулевое пополам. Вот такая формула, это то же самое, обращая внимание, то же самое, что и стандартная формула представления функции, которую я подчеркну красным цветом, через синус и косинус. Ну, когда мы представили синус и косинус через экспоненты. Ну, легко видеть, что цкаты может быть вычислены вот таким интегралом. Значит, f от x, e в степени минус икx, dx. Для всех целых k. k целые числи любые. Значит, вот это вот, обращая внимание на эту пару формул, способ записать ряд фурьев функции r через комплексные экспоненты. Ну, во многих задачах физики, в приложениях важно именно вот такое представление. Это бывает оправдано разными аспектами, начиная от удобства вычисления и кончая каким-то физическим смыслом. Важно понимать, что вот эта форма ряда фурьев и то, что мы писали по стандартной системе синус и косинус, это просто одно и то же, но на разном чуть-чуть языке записано. Ну, и давайте мы разберем какую-нибудь задачу, где вот это вот представление через комплексные экспоненты, ну, заведомо дает такое хорошее какое-то, ну, техническое преимущество, потому что про физику мы сейчас говорить, наверное, не будем, а вот про технические моменты это как раз нас интересует, технология работы. Значит, вот такой пример. Есть функция, сейчас я ее выпишу. А какое-то число по модулю меньше единицы, вещественное число. Разложить в ряд фурии эту функцию. Ну, по стандартной системе на отрезке минус pp. Ну, понятно, что можно считать коэффициенты фурии через стандартные формулы, умножая функцию на косинус кx, синус кx, но интегралы будут, конечно, вычисляться, но довольно трудоемкое дело. Вместе с тем давайте эту функцию перепишем, используя вот такую формулу для косинуса, как полусумму экспонент. Здесь минус. Давайте чуть более красиво напишу. Подставим вот сюда этот косинус. Получаем, что наша функция есть 1 минус а квадрат, 1 минус а е в степени и х минус а е в степени минус и х плюс а квадрат. И разложим знаменатель на сам множитель. Ну, к чему я веду? А веду я, как вы видите, наверное, догадались уже многие к тому, чтобы представить эту функцию через переменную а на е в степени и х, вот через такую комплексную переменную, которая по модулю в точности равна а меньше единицы. Ну и преобразовать эту дробь к сумме простейших дробей, разлагая по формуле через простейшие дроби, ну и получить какие-то типы прогрессий, функции, которые я разложу по формуле геометрической бесконечной прогрессии, и, вернувшись к экспонентам, получу разложение через косинус, через е в степени и кх, вернее. А экспоненты я могу опять по формуле Эллера представить через косинус, там синус. Вот какая-то такая деятельность, да? Ну, давайте посмотрим. Очень интересно. То есть я вот давайте стираю эти... А, нет, стирать пока рано. Я хочу заменить их вот следующим образом. Давайте я перейду на следующую страничку. Вот моя функция имеет такой вид. Напомню, что а у нас по модулю меньше единицы. И я хочу перейти к переменной а на е в степени и х, обозначив ее через z. Вот давайте я это сейчас буду делать. Что мне надо делать? Ну, вот так вот записать все. Здесь уже z стоит. А здесь z не стоит. Я должен написать а квадрат деленное на z. Вот так вот, да? Ну, понятно, потому что вот это вот слагаемое. В точности есть а квадрат деленное на z. Вот проверьте по этой формуле. Дальше мне этот z, конечно, хочется поднять в числитель. И я перепишу функцию вот в таком виде. 1 минус а квадрат z на 1 минус z, z минус а квадрат. И дальше я разлагаю по формуле разложения через простейшие дроби. Вот у меня есть разложение на множители и знаменатели. Я пишу какой-то коэффициент а на 1 минус z плюс какой-то коэффициент b на z минус а квадрат. И складываю их, что у меня получается, az минус а квадрат а плюс b минус bz, деленные на этот же самый знаменатель. Ну, отсюда что я должен, какое соотношение записать на коэффициенты а и b. У меня коэффициент при z должен равняться коэффициенту при z у исходной дроби. То есть а минус b равно 1 минус а квадрат. А свободный член должен равняться 0, потому что здесь нет свободного члена, он равен 0 в левой части. Значит, минус а квадрат а плюс b равно 0. Ну, из второго соотношения мы получаем, что b равно а квадрат а. И подставляя в первое соотношение, получаем, что а минус а квадрат а равно 1 минус а квадрат. Откуда получаем, что а в точности равно 1. Прямо отлично, да? Ну, а b отсюда получаем равно а квадрат. Вот мы получили а и b. Теперь давайте, вот используя это разложение, подставив сюда а и b, перепишем нашу функцию совсем в простом виде. Это 1 на 1 минус z плюс, значит, что там у нас? b равно а квадрат. А квадрат деленное на z минус а квадрат. Дальше я как прогрессии хочу разложить. Я уже сказал. Это вот достаточно частая тема в таких задачах. Это просто формула для суммы бесконечности. Напомню, что z у нас по модулю есть а меньше единицы, и все работает у нас. Это сумма от 0 до бесконечности z в степени k. А вот здесь не так все очевидно, но давайте вынесем а квадрат деленное на z за скобку. Тогда мы получим 1 деленное на 1 минус а квадрат деленное на z. И уже параметр а квадрат деленное на z по модулю, он равен модуль а тоже меньше единицы. Вот по этому параметру мы тоже можем разложить как геометрическую прогрессию. Давайте напишем. Ну давайте я прямо здесь вот этот вот со множитель подстыкую к общему члену. Значит, я должен здесь написать k плюс 1, а здесь тоже k плюс 1. А вот эту вот штуку стереть, тогда у меня ничего не изменится. Да, и индекс суммирования должен начать… Нет, пока с нуля. Давайте так и оставим. Это я стираю. Но теперь я индекс суммирования не с нуля, а начну с единиц. То есть k в этой сумме я заменю k плюс 1 на k. Новый переменный k у меня будет через старый, как k плюс 1. Тогда сумма у меня будет от единицы до бесконечности. Здесь надо вместо k плюс 1 написать k. a в степени 2k разделить на z в степени k. Ну и эти суммы можно слить… Так ведь? Мы получаем… Ну нулевой член давайте напишем отдельно. Это единица плюс сумма от единицы до бесконечности. Слить как абсолютно сходящиеся ряды. Это можно делать. Напомню, если ряды у вас абсолютно сходятся, то их сумму можно сливать, переставлять как угодно члены. Ничего не меняется от этого. Вот это на первом курсе было доказано. Ну и здесь получается вот общий член z в степени k плюс a в степени 2k деленный на z в степени k. Ну напомню, что z это у нас a на e в степени и x. И давайте теперь через экспонент, а лучше через sin kx, cos kx выразим вот этот общий член, чтобы получить действительно ряд фурии, а не какой-то суррогат. Потому что пока мы получили некий суррогатный член. Ну вот z в степени k плюс a в степени 2k на z в степени k. Это есть a в степени k е в степени и k и x плюс a в степени 2k на a в степени k е в степени и k и x. Ну здесь a в степени k сокращается, да? Здесь сокращается двойка. И получается a на сумму экспонент. А это в точности равно 2 косинус kx. Опять по формуле Эйлера. Ну вот мы получили, что наша функция представима вот таким рядом. Ну и здесь действительно есть равенство. В качестве элементарного упражнения, пожалуйста, это равенство докажите, используя признак Дини, то, что функция является непрерывной. В каждой точке она дифференцируема. В точке π и минус π она имеет производность, соответственно, слева и справа. И пределы слева и справа в точке π одинаковые. Ну потому что функция чётная. Вот так вот эта технология работает. И вот в этой задаче мы даже как-то не вычисляли вот по таким формулам стандартным коэффициентом Fourier, что было бы достаточно неприятной задачей, хотя решаемой, конечно. Вот эти формулы мы проигнорировали. А вот перешли к этим самым параметрам a на e в степени и x. Получили совсем простую функцию. Мы разложили её по формулам прогрессии и вернулись назад к экспонентам, а потом увидели, что всё хорошо выражается через вот такие косинусы. Ну вот такая технология не сказать, что часто, но иногда работает и позволяет очень эффективно сократить вычисления. Теперь давайте обсудим в заключении, а что делать, если у нас отрезок, например, не минус π, а какой-то другой. Например, отрезок АВ или отрезок минус ЛЛ. Ну, давайте сразу договоримся, что и мы хотим вот по тригонометрической системе разложить функцию, которая имеет хороший вид и задана вот на таком отрезке АВ или минус ЛЛ. Ну, давайте сразу договоримся, что отрезок АВ, функцию с отрезка АВ, мы B минуса пополам периодично продолжаем на всю ось, ну вот так как-то, да, и берем кусок на отрезке минус B минуса пополам, B минуса пополам. И вот функцию есть у нас задан на таком отрезке, мы за счет вот такого B минуса пополам периодичного, прошу прощения, не пополам, просто B минуса, извините, опечатку допустил, B минуса периодичного продолжения получаем на некотором отрезке вида минус ЛЛ, где Л равно B минуса пополам. То есть мы должны рассмотреть ситуацию на отрезке минус ЛЛ, как разложить по синусам и косинусам вот на этом отрезке. Ну, напомню, что на отрезке минус ЛЛ наша функция, если задана и какой-то является достаточно хорошей, там абсолютно интегрируемой, интегрируемой по Риму, непрерывной и так далее, то ортогональной системой стандартной на отрезке минус ЛЛ является вот такая система. Единица косинус пика Х на Л синус пика Х на Л. Это мы доказали некоторое время назад. Ну и коэффициенты Фурия точно так же вычисляются. Система на отрезке минус ПП, только вот концы заменяются на Л. здесь К меняется 1, 2, 3 и так далее. Ну и вот так коэффициенты вычисляются. То есть те же самые формулы, только Пи мы везде заменяем на Л, в пределах интегрирования и вот в этой нормировке. Ну а ряд выглядит точно так же. Если мы посчитали эти коэффициенты, то ряд выглядит точно так же, но только сюда пишутся вот функции, которые являются ортогональными на отрезке минус ЛЛ. Ну вот такая незамысловатая деятельность. Теорема о сходимости, типа признака Дени, принцип локализации тем более, все это остается справедливым и для функции заданной на отрезке минус ЛЛ, которую мы разлагаем по вот этой вот ортогональной системе. Косинус ПКХ на Л и синус ПКХ на Л. Ну давайте разберем какой-нибудь пример, чтобы мы могли сравнить ситуацию вот на произвольном отрезке, ситуацию на отрезке минус ПП. Некоторое время назад мы разложили функцию Х квадрат на отрезке минус ПП и получили ее ряд Фурии, и даже посчитали там некоторую сумму числового ряда, неизвестную до этого нам. А давайте теперь разложим эту же функцию на отрезке минус 1,1, чтобы посмотреть, чем так уж принципиально отличаются эти задачи. Ну, увидим, что они особо ничем не отличаются. Значит, L у нас в данном случае равно единице, и формула, которую я выписал, вот эти самые на предыдущей странице, вот я их красным маркером выделил, это, 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 переписывается следующим образом. А нулевое есть, ну, 1 на 1, минус 1 на 1, х квадрат dx. Это равно 2 интеграла от 0 до 1, х квадрат dx, равно 2 третих х куб, равно 2 трети. То есть коэффициент а нулевое пополам есть 1 третий. Вот этот коэффициент, он для функции х квадрат на отрезке минус 1 на 1 есть 1 третий. Очень хорошо. Теперь давайте вычислим коэффициенты аката и бката. Начнем с акатова. Это опять здесь, ну, единицы на 1 мы не пишем, потому что это бессмысленно. Интеграл от минус l до l, от минус 1 до 1, х квадрат косинус пик ах на 1, то есть просто пик ах dx. Ну, давайте посчитаем этот интеграл. Он также вычисляется по частям. Как мы его будем считать? Вот так вот. Давайте я перейду на следующий листик. Значит, напоминаю, акат – это х квадрат синус пика х на пика, х от минус 1 до 1, минус интеграл от минус 1 до 1, единицы на пика, 2х синус пика х dx. Ну, обинтегрированный член равен до единички здесь нулю, потому что синус плюс-минус пика при подстановке в это значение х, единица или минус единица, он равен нулю, поэтому этот член исчезает. Остается вот этот член, минус 2, деленное на пика, интеграл от х синус пика х dx. Ну, опять по частям интегрируем, да? Я убрал этот минус, обратите, почему, потому что производный косинус – это минус синус х, и этот минус компенсировался, да? Ну, и у меня опять, если по частям проинтегрировать, возникает такая штука 2х косинус пика х на пи квадрат к квадрат от минус 1 до 1, минус 2 пи квадрат к квадрат, интеграл от минус 1 до 1, косинус пика х dx. Ну, вот этот интеграл, очевидно, равен нулю, как интеграл от косинуса пика х по периоду. Этот член, ну, давайте его посчитаем, он равен 2 косинус пика на пи квадрат к квадрат плюс тоже 2 косинус пика за счет минус 1, да? То есть 4 косинус пика на пи квадрат к квадрат. Напомню, что косинус пика равен минус 1 в степени к. Вот мы посчитали коэффициент а-ката. Ну, коэффициент b-ката, очевидно, равен нулю, так как функция х квадрат четная на отрезке минус 1 и 1. И значит, х квадрат может быть представлен следующим рядом фурии. Давайте вспомним, что а нулевое пополам есть одна треть плюс сумма от единицы до бесконечности. И коэффициент а-ката вот мы вычислили, вот он внизу справа на слайде изображен. Это я в черную рамку обвел. 4 минус 1 в степени к, пи квадрат к квадрат. И умножить на косинус пика х на соответствующую гармонику. Ну, вот вопрос о сходимости этого ряда в каждой точке решается совершенно аналогично. Давайте нарисуем нашу картиночку. Примерный график функции х квадрат на отрезке минус 1 в 1. Если мы 2пи периодично продолжим, мы получим непрерывную 2пи периодическую функцию. Значит, это у равно х квадрат. Это у с у, это у с х. Начало координат. Ну и давайте посмотрим, сходится ли этот ряд. И если сходится, то каким значением на отрезке минус 1 в 1. Извините, я стер. На отрезке минус 1 в 1. Нас интересует сходимость, потому что дальше ряд у нас 2пи периодическая конструкция. И если мы исследуем сходимость на отрезке минус 1 в 1, мы исследуем сходимость... 2 периодическая, прошу прощения. У него период 2. 2 периодическая конструкция. Если мы исследуем сходимость на отрезке минус 1 в 1, мы исследуем сходимость и на всей оси. Ну, по признаку Дини функция непрерывная х квадрат. В точке минус π и π значения совпадают, и пределы слева и справа совпадают. И в каждой точке есть либо производная, а в точке π и минус π... Ой, извините, видите, я уже настолько привык к точкам π, что пишу π, хотя надо писать 1 минус 1. В точке 1 минус 1 значения совпадают, и пределы слева и справа совпадают. Предел слева в точке 1 равен чему? Равен 1 и равен пределу справа в точке минус 1. И существует производная в каждой точке минус π, а в точке π и минус π существует производная, соответственно, слева и справа. Слева в точке π, справа минус π. Тоже конечный. Вот напоминаю, что вот эти условия крайне важны для пункта 3 признака ДИНИ, где речь идет о сходимости интеграла. Наличие односторонних конечных производных гарантирует сходимость вот этого интеграла в пункте 3 признака ДИНИ. И значит в каждой точке функция сходится к значению функции, потому что она непрерывно придет слева и справа, у нее совпадает со значением функции. Значит здесь везде на отрезке минус 1 и 1 можно поставить равенство. Для всех х из отрезка минус 1. Ну вот в качестве упражнения сравните то, что мы получили в данной задаче, с разложением функции х квадрат на отрезке минус ππ. Там вот коэффициент, насколько я помню, сейчас могу ошибиться наизусть, буквально такой же, только отличается на π квадрат, который возник из-за того, что мы перенормировали длину отрезка. Продолжение следует...